Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, самое интересное, что я могу сказать, что Бондик-то скоро встретится со своими оппонентами, в смысле, со своей нынешней командой, вот, но я не буду вам рассказывать вообще, что происходит, потому что я уже неделю знаю об этом переходе, вот, и, в принципе, ну, жизнь сложная штука, ну, как неделя, нет, меньше, я вам могу немножко, но я ожидал, я ожидал, даже если бы мне никто не сказал бы, я бы сказал, что вот любой из этих игроков, я имею в виду, если писать тактикс, больше всего шансов у Бондика. Да, и в любом случае, дорогие друзья, вы можете в чате писать свои предположения, кому все-таки присоединится Владислав Нечипарчук или Бондислав, как мы его любим называть, мы-то знаем, но не скажем пока что вам, но пишите, возможно, скажем так, у вас есть какая-то информация по этому поводу. А если вообще пройтись по лиге, то Flipside Tactics после того, как обыграли Natus Fincer и вышли на десятую позицию, Dignitas сейчас восседает на шестой, они там укрепились, ну, и сейчас, соответственно, тоже могут произвести небольшое укрепление. Да и вообще, забить не забить ребятам, но опять же напоминаю, что абсолютно все позиции в рамках этой лиги оплачиваемые. То есть, пятое, шестое место и седьмое также получают больше, чем 20 тысяч долларов, я думаю, что это резонно для того, чтобы побороться вот за середину золотую ESL Pro League третьего сезона. Мы с вами переходим все-таки на пятый раунд, Шара пытался у нас очень близко играть на коннекторе, не получилось, не фартануло, и как раз-таки туда только что вышел MSL вместе с Кейрбаем. Ну и вообще, в принципе, по расстановке Flipside Tactics играет полный такой вот дефолтный раунд. Согласен с тобой, они вообще очень медленные парни, комментировать их одно удовольствие, сидишь себе, можешь, не знаю, там, спокойно чайку заварить, кота погладить, еще чем-нибудь заняться, чем вы обычно занимаетесь, когда делать нечего. И в случае с Flipside Tactics вы вообще 100% уверены в том, что они не придут на базу, на А или Б план, точнее, на протяжении ближайшего времени, то есть вы там можете подождать до 30 секунды, и вот только тогда флипы что-то там будут мутить. А пока что, если команда защиты будет играть против них пассивно, то и фрагов не будет, но вот Тенский ошибся, он спалил свою позицию при помощи ХАЕшки, и дальше получил пооща матбойник, который играл 2D на банане. Рубини отвечает на Шару, и теперь от него зависит очень-очень много действий на текор. Да, 4 в 4, бомба до сих пор у нас на банане лежит. Опять же, 30 секунд есть у команды Flipside Tactics, чтобы решить, куда же направить свою тактику. Блэйд вместе с WorldEdit будет впрываться под флешку своего тиммейта, но опять же таки не получается. Керба, и Бундик тоже разбирается с норвежским звеном датской пятерки. Конфиг только одним фрагом отвечает, но тут же получает отворот-поворот от Блэйда, и Бундик не выпускает MSL, который почему-то на всех порам мчался через коннектор, хотя опять же таки видел, что вся его команда развалилась, и возможно стоило бы уйти на сейв. Но капитан команды Dignitas был абсолютно другого мнения, он все-таки решил тоже подарить свой девайс, и сейчас небольшие, хотелось бы мне сказать, экономические проблемы, но не так, большие проблемы у Dignitas. Будут играть с пистолетами, опять же, только с одним армором Конфиг, также имеется у него Desert Eagle. Не знаю, посмотрим, вообще Dignitas'ы могут. Мы помним, что на DreamHack Masters групповой стадии у них вообще пистолеты очень сильные были, WorldEgid убивает MSL, а сзади выходил Лутенский, но Маркелов остановил, и WorldEgid был спасен. И дальше есть Кирбай, но Кирбай, кстати, очень-очень уверенно здесь стрелял со своего P250, Рубини, заходит СЗ-шкой в спину, Маркелов, Маркелов падает, замертого Блэйка и СКондика, ничего не могут здесь сделать Рубини и его СЗ. Конфиг вместе с Кирбаем остается вдвоем против двух игроков команды Flipside Tactics, и единственное, что у Конфига есть, это знание. Знание о примерном месторасположении Flipside Tactics. Вполне можно тащить сейчас команде Dignitas в лицах того самого Конфига и Кирбая, самые молодые игроки этой пятерки, и Блэйд вместе с Бондиком, уже старый конь, как говорит у нас Алексей Ухомалецкий, Блэйд, и все еще всегда, я бы сказал, молодой Бондик, который пытается реализовать себя на поприще профессионального Counter-Strike, опять же, холд от ребят из Flipside Tactics на коннекторе, Кирбая тоже очень хорошую позицию имеет для того, чтобы дождаться своих соперников именно по направлению туалета, и то же самое от Конфига, он ни в коем случае не выпустит своих врагов, у него АК-47, 2 соточки в левом нижнем углу экрана, и сейчас все-таки на него будет выход от Бондика, он должен чекать эту позицию, какой тайминг, Конфиг все-таки проваливается, хотя, казалось бы, он ни одного из своих соперников не выпустит, подводит он Кирбая, который с 10 хп пытается хоть что-то сделать, Но мы понимаем, что, опять же, Бондик должен давать уже информацию по местонахождению своего врага Блэйду, откидка Молотова, ну и Кирбай уже на террорском респауне Вот сидите здесь, например, ух, он бы сейчас просто горел по поводу того, что F3 не использовали вообще никаких раскидок при выходе с интерграунда, да, казалось бы, они не имеют информацию по местонахождению противника вообще никакой, они не знают, нигде находится игрок на туалетах, нигде находится игрок, который находится на болоте, ну или где-нибудь на Б-планете вообще в рандомной точке Они просто АФКшно выходят даблой и, в принципе, были серьезные шансы сейчас у игрока, который находился на болотах, сделать этот фраг, а именно конфигу, у него был АК-47 и на него никто ничего не раскидывался, если бы даже один в один ситуация случилась бы, то Кирбай, в принципе, мог бы попробовать Единственный минус в том, что у него, опять же, тоже раскидок не было, но это все еще был экономический раунд для Team Dignitas и, ну как экономические там, первоарморные какие-то пистолеты происходили и сейчас будут снова ТЗ-шки, вот эта вся грязь и вполне возможно, что на следующем раунде мы уже наконец увидим от Team Dignitas хоть какой-то адекватный закуп, потому что, ну, но такие штуки, они очень сильно дамажат экономике и, да, вам хочется повыбивать девайсы и самое интересное то, что у вас это реально получается, но, как мы видим, флипсы, флипсы такти все равно берут Флипсы, господи, флипсы берут раунды и, что самое интересное, что они, соответственно, этим получают нормальную адекватную экономику, которую они могут, в принципе, разбазаривать И сейчас поджим от Рубина и Кирбая по направлению длины, но, опять же-таки, Блэйд это все дело читает, он будет выходить, но прямо в руки своей смерти от Рубина и его чешского пистолета и тут же поджим у нас с точки Б, МСЛ вместе с конфигом напарывается на Шаро, который не промахивается А последний в этой позиции конфиг, и он тоже читался, нужно было все-таки более агрессивно ему действовать, выходить на разы, как говорится, пытаться разменять своего павшего тиммейта Он этого не сделал, тут же получил закономернейший спрей в свое тельце Три в четыре, у нас перестает картина этого раунда, имеется минута У флипсайд или флипсы, как ты их уже назвал, если честно, это впервые, когда я слышу название этой команды именно таким Но, возможно, мы будем каким-то, в том числе, в первую очередь, законодателями мод Я надеюсь, что я буду мало комментировать флипсов Ну да, тут действительно, я сразу же объясню, в чем все-таки наша мотивация, что мы так говорим Что действительно флипсайд тактикс это очень медленная тактика, и она пока не работает В всяком случае в коннекторе Кьербай находит Бондика, а тут же выход от Маркелова Но там уже Рубино готов, казалось бы, стрелять, но ни одного абсолютного патрона не попадает по своему сопернику Все будет зависеть от Энски, который выход на WorldEdit, оказалось бы, реализует WorldEdit, мажет, казалось бы, тоже очень легкий шот Кьербай, выходит спину, забирает одному Также переселка с вторым заканчивается в сторону команды Флипсайд тактикс это 6-1 И ты знаешь, Дмитрий, ощущается, что флипы смогли получить тот уровень мотивации После победы над командой Natus Vincere, которыми сейчас помогает на этом оверпассе Я даже не проследил, кстати, как они играли Я только прибежал просто из города домой И сейчас я посмотрю, если помню, что вообще там происходило 16-8 на Кобустоуне Там вообще, в принципе, за Дефенс, еще раз напоминаю Я думаю, что люди сгорело люто сейчас И горело, и чат горело, и ухо горело Все горели все подряд Вчера тоже так очень жестко пригорал Мы вчера вообще наслаждались эмоциональным комментированием одного из наших комментаторов И эмоциональной игрой, и там очень-очень много ошибок со всех сторон происходило В любом случае, мы закончили вчерашний день Я думал, что я умру, но все, завершилось позитивным окончанием И я все-таки пошел домой поспать, потому что я просто приехал там с поездом И вообще не мог отдохнуть Шара, привет, говорит Кирбайо Дальше Блэйдуха, откидывает МСЛ И, соответственно, для Тенски и Рубини довольно тяжелые Но Рубини делает 2D Но в конце концов, проблема-то лишь в том, что и вот позицию обоих этих игроков из Дании знают Так что им придется играть просто уже на откате И надежды на то, чтобы взять этот раунд нельзя Нет, точнее Уверпас реально шикарная карта для F3 И мы видим то, что даже несмотря на то, что бывают моменты, где они отдают очень много народу Они все равно довольно уверенно заходят на один или другой план И сейчас в этом раунде даже сыграли довольно-довольно быстро А что касается F3, например, и того комментария, что нам не особо, ну, как комментаторам не нравится комментировать Начнем с того, что реально тайминги совершенно одинаковые Вот в этом раунде он был немного другой, они удивили нас Но проблема в другом Потому что, например, на мой взгляд, единственный человек, который здесь по-настоящему горит победами, это Бонтик У него просто постоянно, ну, то есть реально видно, что мотивация очень-очень хорошая И результаты регулярные Да, порой он там проседает, но в большинстве случаев он находится либо в топе, либо в середине своей команды И никогда у него нет, что вот сегодня у него не зашло, и поэтому он вообще не стреляет никаким образом И у него явно есть потенциал, на мой взгляд, среди СНГшников И я, конечно, много народу надеялись на то, что он там пойдет куда-нибудь на Ави Или что он хотя бы, как минимум, сам думает о том, что он туда бы хотел попасть Но, как бы, жизнь сложная штука Вот он находится сейчас в F3, и он ушел, и на мой взгляд, он в какой-то мере правильно сделал, потому что, что здесь можно было получить Это опыт от Блейда Блейд нереальный опыт совершенно Он очень-очень старый игрок и у него очень много понимания данного формата И... оооооо, уооо, МСЛ пытался хоть что-то сделать. Шар, в конце концов, его прикончил И мы видим то, что защита на Б плэнти у тим Дигнитес довольно слабенькая Она как-то стесняется, и они не очень понимают, видимо, хотят ли они играть агрессивно Потому что с самого начала они играли агрессивно раундов так 7 А теперь они играют пассивно У них и ни то, ни другое получается И такой ни шатка, ни валка Да, MSL подводит сейчас свою команду Конфиг и тут же исправляется на нижнем выходе с туннеля Но получает выстрел Который несовместим с жизненными показателями этого молодого игрока От того самого WorldEdit Рубино уже на всех парам пчится на точку B У него есть MVP Который он уже, скажем так, готов расчехлять на HP Флипсайд так длифтнов На 40 секунде, хочу заметить Выходит на точку B, раскидка Смаки, флешки, все летит Кербай за пентом пытается что-то сделать Но абсолютно ничего, кроме того, что ловит Он просто флешки одну за другой он не делает Вот ладит его выход Установка бомбы Маркелов не отпускает того самого Кербая Выше упомянутого Ну и ты знаешь, все идет по абсолютно одинаковой у нас линии От раунда к раунду Флипсайд расшатывает то точку A, то точку B Выходит в большинстве, реализует свои позиции Ну а Тенский и Рубинов вновь у нас Как и в предыдущем раунде, если не ошибаюсь Тоже будут сейвить свои девайсы Ну и если возвращаться все-таки о теме Бондика и Блейда Насколько я знаю, то эти парни играли 5 или 6 лет вместе Вообще, в принципе, еще с Counter-Strike 1.6 Была такая команда CatchNet И они там довольно-таки неплохие результаты показывали И можно даже сказать, что Андрей Блейд Городенский Дал путевку в профессиональную жизнь именно Бондику Научил его многому Ну а как раз таки за Бондиком уже было Это вот оттачивание стрельбы, что он и показывал В этом моменте он один из самых сильных вообще игроков в СНГ И будет уже на новом, ну не то чтобы поприще, но с новой командой Пытаться добиваться хоть какого-то результата Опять же таки Флипсайды, они имеют только один стабильный результат Это то, что они попадают на мажоры Если говорить о глобальном таком плане Да, зарабатываются наклейки, стикеры и все такое Но все-таки Бондик своим выбором уже, скажем так, говорит о том Что он хочет добиваться чего-то больше, чем просто выхода на мажор Топ-16 и всего такого Хочет как минимум выйти в плей-офф Знаешь, такой момент, дело же не только в том, что они стабильно попадают Однако результаты не улучшаются, не улучшаются, не улучшаются И ясное дело, что это не может давать тебе позитивный импульс развиваться Робине находится фракт на лодите Так хорошая здесь стрельба от теперь уже снайпера Судя по всему команду Team Dignitas Мы помним, что в основе своей этим занимается в этой команде MSL Но MSL и его снайперская винтовка в рамках Dreamhack Masters Это было что-то с чем-то И мало того, он даже отказывался ее брать тогда, когда уже 100% нужно было Ну ладно, не нам судить Вопрос в другом В том, что... Так, подождите Маркела выходит, убивает Тенске Тем временем Кирбай должен был вроде как выходить на размен Но не получилось у него ничего сделать И MSL с конфигом все еще держится на миде Убивает Робине еще и Блейда Капитан команды полег от снайпера Это сейчас снайперская винтовка Team Dignitas Кирбай пропушил туалеты Здесь имеется Бондик Который, кстати, пройдет незамеченным по... Нет, уходит он в андерграунд Вообще очень-очень сложно Сейчас будет липсай такси что-либо делать У Шара вообще 15 хп Он практически не жив И имеется Кирбай, который зашел в спину Бондику И Бондик эту позицию не просматривает Это минус Бондик Да, именно так произойдет Ну, он даже не собирался разворачиваться Поэтому там даже думать не о чем было И Маркела с Шарой просто останутся на сейве Так вот, и о том, что Бондик Смотрит на свою команду А команда делает такие вещи Как, например, происходило на АПМ Лиге Если вы помните В последнем дне Флипсайд Тактикс выходили с лузеров Они выиграли в полуфинале А дальше Маркелов просто улетел из страны За той самой причине Что он просто не сделал себе дополнительный шенген Чтобы иметь возможность играть в финале И с одной стороны Либо это вера в то, что твоя команда вообще не выйдет в финал Хотя лига там довольно слабая была Среди участников, если брать Там самые сильные были Маус Спорт С другой стороны, может быть, он просто реально Ну, так сказать Недисциплинированный Давайте назовем это так Вот Вроде кто-то говорил По-моему, говорил об этом Сене Что просто-напросто У чувака Он собрал информацию от каких-то фанатов Там спросил какого-то Левого парня Или друга какого-то своего О том, как это работает Тот ему сказал Это оказалось неправдой Ну, то есть Вы все прекрасно понимаете Профессионализм Это очень-очень важно Если вы даетесь на все 100% Выкладываетесь для того, чтобы играть на максимальном уровне А в вашей команде такое происходит То я бы в такой команде в жизни не стал бы играть Да, возможно Ну, в любом случае Пожелаем ему успехов Маркелов на коннекторе Готов уже встречаться с Тенский И эта встреча происходит И как раз таки Оказывается летально для Тенский Рубина тут же на размене работает через мидлбейд Падает бодик Разменивается Ну и Рубина только одного с собой забирает Это АВП Ну, скажем так Не всю свою эффективность Показала в этом раунде Напоминаю, что Кербайт тоже на поджиме С точки Б работал Через коннектор Там его дожидается Шара И здесь работает золотое правило Никогда не жми команду Flipside Tactics Когда она работает на своем дефолте Ну и сейчас Конфиг Вместе с МСЛ Готовы отдуваться за ошибки своих тиммейтов Шара, Бондик и Ворлд Эдит Пока решают Куда же все-таки пойти Шара до сих пор с бомбой У нас на туалетах МСЛ Выход от него Ворлд Эдит промахивается А тут уже Шара должен быть выходить И разменивает Но он этого не делает МСЛ его замечает За дефолтными ящиками А он танцует Также Бондик подошел Два в один Будет зажатие этого снайпера МСЛ Все-таки по одному попадает И Бондик тут же скусит своего тиммейта Мне казалось Бондик ситуация один на один Уже Конфиг свою позицию палил Этим вот самым Молотовым Но решил все-таки закрепиться за этой решеточкой И Бондик просто семильными такими шажками Выходит и забирает своего соперника Боже мой Товарищ Конфиг Кристиан Вионески Что же ты делаешь С этим контрстрайком Ситуация один на один Ты знаешь Что твой оппонент Находится на планте Но ты его запускаешь Не только на точку Где можно установить бомбу Но еще и пропускаешь Просто себе в ухо 9-2 Ну он думал что Майнд Геймс И Майнд Геймс Он типа был бы прав Но наши парни Они такие Они топорные довольно И играют просто Типа вошел Выстрелил Пошел дальше И вот здесь Бондик Показал то что Простота это Надежность как минимум С нашими машинами Это не работает Но с нашими Контурстрайком Более-менее Если брать Хотя бы команду Нави Которая сейчас Поднялась до первого места На хелтв.ворк Вы конечно прекрасно понимаете Что это за счет того Что у Олафа Проблемы с ручкой Поэтому он просто Не мог приехать И не мог доказать То что он готов Насиловать И всех остальных Там участников Ну и с другой стороны Конечно Все еще Нипы должны там были Немножко приподняться Будут точнее На следующий месяц Наверное Или они уже приподнялись Чуть-чуть Чуть-чуть Приподнялись Ну скажем так Там уже слишком Большой отрыв Отошли Другие команды Но я думаю что Возможно После этой игры У нас будут Какие-то Перетрубации По дивизиону Европейскому Опять же напоминаю Что 12 у нас Команд участвуют И уже В этом раунде Тенский Помахали ручкой 3 на 9 Керп Разменец Просто на морозе Выходит у нас Через фуалет И казалось бы Должны сразу же Разменять своего Оппонента И сразу же На Тенский Должен был Быть скажем так Упомянут Но не получилось Не фартануло Бонник нашел у нас МСЛ Конфиг вместе с Рубина Будут защищаться На панте Бонник просто Прочекал этот момент То есть он слышал С своего оппонента Когда сам бежал От него Очень грамотная Работа от Бонника Вообще Он вытаскивает Уже 3 фрага И самое интересное Что у него 12 фрагов За эти 12 раундов То есть он эффективен И его тайминги На мой взгляд Вообще эффективнее Чем у всей команды Тим Дивенто сейчас Конфиг Привет Нет Нет Качный ответ Маркелов погибает Потерял бомбу Что самое интересное Поэтому конфиг может Простонировать своего оппонента До самого конца Но эта танго Завершается в пользу Бонника Посмотри на время Да На пятой секунде Был сделать Последний Зачем Зачем конфиг Ну ладно Подожди Давай Может ты объяснишь Я думаю Что все таки Ну решил Знаешь так На мужика выйти И попытаться Перестрелять Бонника Который опять же таки Перед этим Сделал 3 килла То есть Ты понимаешь Что твой противник Он прется Он может быть Скажем так С адреналином Он хорошо стреляет Но ты все таки Выходишь Играешь не на верочку И проиграешь ему Перестрелку Это все очень просто Ну да Ты тупо сидишь И ждешь Когда он сам тебя запушит Потому что выбора У него все равно Никакого нету Кроме как пушит тебя Я совершенно не представляю Зачем он Бракелов держит И парней забрали Просто АК 47 играет Ладно Мы больше не хотим бушить Мы хотим убежать обратно Проблема лишь в том Что они отдали полностью бэклайн И сейчас Солк 3 игрока Команды Флипс Айтактик Находится именно там Бракелов ожидал поджимок Но к нему в конце концов Не пришли Мы видим что 4 игрока Тем длинницы В принципе нечего терять Не считая АК 47 Который имеется у Рубини Я думаю что в принципе Мы увидим этот выход Именно вместе с Рубини То есть он будет Истанавливать ударный мощ И он в принципе Может даже не улетать вниз Он может остаться на балконе Но в любом случае Он погиб И они все еще могут Продолжать пушить с балкона Не дропаться И таким образом Последний игрок Который останется здесь На этом балконе Он заберет АК 47 И просто сейвит Вон ему откинули Сейчас Кирбая точнее И конфликт пошел Отдался Господи такие Они жесткие Да Откинула Кай И сказал Моя миссия выпланина Господи боже мой Кирбая Выходит сразу же На фотосессию К Волду Идито Который Все это время Смотрел на верхний выход И нашла пуля Своего героя Если может так выразиться 2.11 Команда Тим Дигнитес Как бы это не смешно звучало Но что же с тобой Случилось Куда же подевались Те самые Конфиг Рубино МСЛ Рубино И Тенски И еще раз Можно повторить Этих игроков Потому что пока Они ну скажем так Не самым лучшим образом Отыгрывают Карту Д оверпасс Хотя Скажем так На этой арене Флипсай тактикс Напоминаю На лане Который прошел У нас Две или три недели назад В Хорватии Контерпит Лига Как раз таки там Флипсайды обыграли Натус Финцера С счетом 16.9 Если я не ошибаюсь То есть Этот пик Он очень силен Для команды Блейда Конфиг Забирает Ворды Но тут же Получает ответ От шары Ситуация 4.4 И мы то знаем В пользу Какой команды Она Скажем так Смотрит А именно В пользу той Которая играет За террористов Террористы Скоро закончится Осталось у нас Всего два раунда Посмотреть Как флипы Будут продолжать Насиловать Тим Дигнесс Вообще Дигом Не надо даже Выигрывать А вот Флипы Могут все еще Вылетать Там Или уйти На стоковые матчи Поэтому По логике Еще и Ф3 Реально Напрягаются Тим Дигнесс У них Сразу Не заехало Вообще В таких матчах Где Ничего Особенно Не происходит То есть Максимум Можете Выиграть Лишнее место Наверх А это 2000 долларов Если я не ошибаюсь Или 1000 долларов Но все равно Это на пятерых Это не так важно С нынешними ценами За чемпионаты В любом Факте Они приходят Как и вчера Команды приходили Чисто поперло Тогда катаем Не поперло Тогда сливаем И все И единственное Что меня удивило То что мы первый же матч Сухо комментировали С допами Хотя казалось бы Там обе команды Вообще Ну им не нужно Выигрывать Им не нужно Проигрывать Им в общем-то Все равно Но нет Давайте на допах На двойных На инферно Покатаем Я уже этот бплэн Комментировать Не могу Честно говоря Если кто меня Вчера удивлял Это Астралисы Которые все ломились На А И грамотно Раздействовали Но это Астралисы У них реально Всегда хорошо Все с тактиками было Ну не то что Все конечно Все нельзя сказать Оначе у нас тут Расскажут о тебе О том как все хорошо У всех команд На всех тактиках И Рубини Убивает блейда Бодник вместе с шарой Покидает этот танцпол Рубини оформляет Минус 3 в этом раунде Но на самом-то деле 3.11 или 4.11 Разница не велика Абсолютно с тобой согласен Ну в любом случае Надо пытаться Забрать последний раунд От этой половины Потом при условии Взятой пистолетки Можно даже побороться За какой-то мини камбэк Опять же Как ты сказал Да команды Абсолютно не стараются Это видно по игре Так как мы уже Скажем так Не первый раз Смотрим ESL Pro League Да и вообще В принципе В предыдущие сезоны Как только у нас Вырисовывается Хоть какой-то топ 4 Потом Остальные команды Скажем так Опускают немного руки Но напоминаю Что счет Можно объяснить еще тем Что Flipside Tactics Находится на 10 позиции То есть Они еще Могут выйти На стыковочные матчи И потому Сейчас они стараются Изо всех сил Выйти хотя бы На девяточку Это у них Вполне Возможно Пока размен у нас На мидле Вновь он В сторону команды Flipside Tactics Про которую я только что Рассказывал Блейтака Потерялся Тенский и Кьербай Не смогли все-таки Действовать более успешно Забрали только Одного своего соперника Конфиг MSL и Rubino Рассредоточились по карте MSL решил Очень агрессивно На банане Также На длине У нас возможно Будет встреча Между Rubino И его соперников А именно Бондиками И Rubino все-таки Выдвигается на этот пуш И это может быть детально Для этого игрока MSL находит Маркелова Остается красным Но все-таки Провалится Rubino Конфиг Тем временем Забрали шару Который пытался Фейкануть По точке B И проблема команды Дигнитес В том Что они пока Не видели бомбу Любой игрок На которого я сегодня Показывал Все они умирали Я имею в виду В этом раунде Буквально Я сижу Смотрю дуэль Окей Давайте поставим На Маркелова Сейчас Маркелов отлетает Ладно Перехожу за Тим Дигнитес Там отлетает Парень из Тим Дигнитес В общем Очень грустно Бондик Отрезает сейчас Отходы с Туалетов При помощи А нет Нет Он отрезает КамАЗ Прошу прощения И ху-пу Вторую При помощи Молотова Откидывает Конфи Приходит Рассказывает Всем Какой он Неспособный Сегодня И 12-3 12-3 Тот самый счет В общем-то В Салатину Обыгрывает сейчас Ф3 Свою команду Из Дании Вообще Тим Дигнитес Знаешь Такое ощущение Что Тим Дигнитес В групповом этапе Дримхак Мастерс И после него Совершенно разные команды Вообще Ничего не получается Но вот эта Штука С тем Что это молодняк Относительный Он Она очень много Играет Мы видим Множество коллективов В которых Очень молодые игроки Перспективные конечно И все остальное Но у них просто Не получается Играть стабильно И это довольно грустно Шара Как обычно Кстати замечаешь Что он Единственный игрок Команды Flipside Tactics И вообще Современного Контрстрайка Который снимает Глушак Я думаю Что это привычка Еще с 1.6 На самом деле Он как-то Привык это делать И ему это нравится Мне нравится Анимация Вообще Очень забавная Но он реально Так делает На регулярной основе Он не играет С P2000 Который является Теперь альтернативой Юспику без глушака Шара Вот она Вот она Работа с Юспика без глушака Довольно эффективно Убил одного Правда сразу разменяли Блэйд и компания Сейчас держат Бэплэйнд Довольно уверенно Работает Блэйд с Хлпшечки Откидывает одного Пытается добрать другого Но ничего не выходит И его команда Оказывается Преисподней Вот идет Снайпер команды Попробует Ваншотить И отрабатывает Своих оппонентов С балкона Дропается сам Убивает МСА Утого было Правда 5 хп С П250 На больших песках Против него Волт едет И нужно тут Что-то предпринимать Жесткое Горячее Ну и Как-то двигаться Двигаться надо Щипчики есть В принципе Можно было даже Немножко более пассивно Поработать И Рубиня Погибает в этом Неравном сражении Пытался Рубину Более глубокую позицию Занять Но опять же Таки Возможно Стоило бы сыграть Через коннектор Но решил именно так Рубин Виларуэль Действовать И все это Действия привели К тому что Волт едет Просто вышел И сделал клатч Один в три Тринадцать в три Дорогие друзья Команда Флипсайд Тактикс Очень хочет попасть У нас В Скажем так Ближе к середине Европейского дивизиона ESL Pro League Team Dignitas Абсолютно не имеет Скажем так Не того стиля Который мы раньше Видели На них Даже если Может так выразиться Лица нет Два АК Все-таки смогли Скинуть Керба и конфигу Два молодых дарования Будут вести Свою пятерку вперед Но опять же таки Большой вопрос Получится это у них Или нет Тайотенский и Рубин Отвечают за коннектор И точку Б соответственно Также будет выход От конфига Керба Через длину А MSL Уже направляет Свой Desert Eagle По направлению Банана И на выцеливание Зеленых ящиков Команда Флипсайд Тактикс Очень глубокие позиции Понимают они Что нужно закрывать Нужно действовать На максимальный результат И 16-3 Он будет Более чем Приятным Для этой пятерки Маркелов До сих пор На точке Б У нас будет стычка Между WorldEdit MSL Уже на подуборное Подходит вместе с Тенскей Анкит Космока С точки А И как раз таки Под эту дымовую завесу У нас будет действовать Георгий Яскин Слышит он действия Также от Рубина Зашивает А темский MSL Тем временем сбрывает Голу Бондик Но тут же находит У-у-у А Рубина А еще один минус Залит от него Блейд Сступает в этот Мини мэй Забирает конфиг А ситуация Два-в-три Выход от Кирубая Пытается зашить Блейда Но у него это не получается Пропускает через Смок своего противника Это был Маркелов Который не смог Справиться с ситуацией Два-ва Боже мой Блейд Выдвигается В сторону банка Попробует Выть У него очень мало ХП Шара делает свою работу по Киробай. У Рубини остается соло. У него есть МП, у него есть Дизерт Игл. 5 патронов в этом синем Дизерт Игле. У Рубини и поможет ему пустынный Сайга. Ничего не получается. Шара отрабатывает его. Сейчас становится 14-3. И Флипсайд Тактик всего в двух шагах от того, чтобы победить на этой карте. Какая у нас следующая карта, кстати? Коблстон. Ой, то, что нужно. Оверпасс и Коблстон. Шикарнейший день. Всего две карты. Хорошо, что я попросил отдохнуть, а то там еще всякие там Нави, не Нави, у всех горит, ухарет. В общем, все как обычно. А не, у меня был бы Сеня. Я Сеня спокойно бы все это дело комментировал, но и тоже офигевал бы от того, что там происходит. А я решил, что... Сегодня вот такие вот мини домашние стримчатки. То, что нужно. Гербай выдвигается с Блэйд. Отличнейшая отработка вместе с Шарой. Они просто-напросто насаживаются в оппонентную автоматическое оружие. И таким образом выигрывает раунд 15-13. Товарищи, 15-3, прошу прощения. Рэпгот. 15-3, действительно. Команда Дигнитас решила все-таки просто сыграть на даче в предыдущем раунде. Выйти с нижнего выхода, с нижнего туннеля. Там направилась на отличную судьбу от Шары и Блэйда. Считая по минус 3 и минус 2, сделали эти ребята, соответственно. Но и они действительно хотят победить просто с разгромным счетом своих соперников на карте D, Overpass и Cobblestone. Опять же хотелось бы отметить, что именно эти две арены в больших степенях игнорировались на прошедшем Dreamhack Malmet 2016. Не видели мы вообще, если я не ошибаюсь, Overpass. Если честно, в плей-офф я не вспомню, да. Ну, я сейчас, да, действительно, про... Да, про плей-офф, действительно, я вот не помню этой арены. Да, Cobblestone был у нас в финале. Все помнят, как Nato Swincere програли с учетом 14-16 против Nipov. Ну и сейчас все-таки 16-3, команда Flipside Tactics после того, как зарядилась позитивными эмоциями после Nato Swincere просто стерла в пух и прах своих соперников из Dignitas. Вот такие вот пироги. Продолжение следует... Продолжение следует...